С праздником, дорогие братья и сестры! С днём торжества православия! Торжество православия! Казалось бы, чему тут радоваться? Казалось бы, храмы разрушены, вера и сейчас начинает быть вновь по ругаю. В чём же здесь торжество? Мне вспоминается 7 ноября 1967 года. Люди постарше помнят и сообразили, что в этот день вся страна праздновала 50 лет Октябрьской революции. И вдруг вечером раздаётся самих звонок, телефонный, звонит Николай Евграфович Пестов. Один из глубоких богословов, отец отца, наверное, сам гильдет по протерею Фёдора Соколова. Звонит он сам гильдетелям и поздравляет их с праздником. Причём радостный. Отец мой немножко опешил. А Николай Евграфович объясняет, что они, Зои Вениаминовны, грустные, потому что вроде бы день-то какой. Вера вообще, у Семьи попирается, они грустные, Семьи сидят дома, и вдруг они включили приёмник. И услышали выступление тогда отца Владимира Радзианки, будущего самогиблодыки Василия, который всех россиян поздравлял с праздником. С праздником, с каким? О том, что 50 лет власть боролась с церковью, а церковь жива. И вот это вот действительно, дорогие, наш самый большой праздник. Именно в этом и заключается торжество нашей православной веры. Если мы с вами посмотрим на 2000-летнюю историю христианства, то большую часть времени христианство было гонено. Причём, если и внешних гонений внешние гонения прекращались, вроде бы наступали благоприятные времена для церкви, то враг рода человеческого начинал разрушать церковь изнутри. Через самогиб различных ересиатов насаждая всевозможные ереси. И тем самым увлекая народ от истинной церкви, увлекая народ от креста. А мы с вами помним, что без церкви, без тайнства христианство выглядит. Нельзя его сводить, как некоторые пытаются, к какому-то нравственному учению. В сегодняшнем евангельском чтении, которое положено в день торжества православия, мы слышали евангельский рассказ о том, как Господь призвал апостола Нафаная. И когда тот приближался к Христу, Христос самогиб и про него сказал, вот истинный израильтянин, в котором христи нет. это славянское язык, я изучил. То есть, это тот, который ни в чем себе елка. Если бы все христиане были бы такие, то было бы наверное не странно, что церковь тысячу лет смыслы. Но мы, к сожалению, отнюдь не такие, про которых можно сказать те слова, которые Христос сказал про апостола Нафаная. Мы с вами лукавы. И вот удивительно, что несмотря на наше несовершенство, несмотря на наше лукавство, церковь Христово Стоит. Как это можно объяснить? А можно объяснить только одним. Мы с вами помним слова из деяния святых апостолов. Когда первосвященники арестовали апостолов, Иппетра и Анна, а потом их ангел Господний вывел из темницы, и утром, когда их хотели призвать для допроса, их нашли проповедующими в храме. Вот их призвали первосвященникам, вот, их там увещевали, а потом один из них гмылил, хотя в деянии святых апостолов нигде не сказано о том, что он принял христианство, но по церковному преданию он стал христианином. И в нашем месяце слове есть и праведный гамолитум. И вот он попросил вывести вон апостолов и обратившись к собратьям сказал. Дорогие, если это их дело от людей, то оно само собой разрушится. Как было много, когда кто-то восставал, чему-то учил, за нем шли то или иное количество последователей, а после их кончины все рассеялось. Но если это дело Божие, то вы никакими силами это искренить не сможете. И поэтому мы с вами понимаем, что наша церковь это отнюдь не дело рук человечества, а это творение Божие. И мы помним, что глава нашей церкви есть Христос, который быв Богом, безначально стал человеком, себе принес в жертву за грехи наши. И тем самым дал нам возможность переродиться. Именно благодатью Божией, которая сугубо в церкви пребывает. Церковь две тысячи лет уже стоит, и врата адова не могут ее загружить. Дорогие, в сегодняшний день этот праздник установлен в конце первого тысячелетия в связи с искоренением ереси иконоборчества. Иконоборцы, они отнюдь не возбраняли изображения Христа, Божьей Матери, святых, допустим, как у магиметанцев. Просто запрет на изображение всего живого. Животных или человека. Вот. Семья нет. нет. Они это допускали возможности. И то, что в храмах может быть роспись. Но они к этому относились только как картины. А мы с вами из СМЕ исповедуем, веруем, что икона это образ Бога. Почему? Потому что Сын Божий пришел в виде человека. И поэтому мы его в этом виде и можем изображать. Для нас икона образ А ведь икона и святых это мы тоже в них мы видим образ Божий. Поэтому почитая иконы мы отнюдь не поклоняемся этим доскам. А для нас икона это окошко в горнем мире. Который нам помогает с этим горним миром и общаться. Но мы никоим образом не считаем что помощь которая нам дается по молитвам перед иконой она происходит именно от иконы. Она происходит от Господа от Божьей Матери посредством святых к которым мы обращаемся. Вот это санки дорогие принципиальная разница. нашего христианского православного отношения к иконам. И отношения к иконам протеста. В утвере уже о всех остальных. в сегодняшний день когда особо воздается честь иконам мы сейчас будем служить особой молебе день торжества православия и на аналое у нас лежат иконы спасителя и Божией Матери и перед этим молебом мы сегодня освятим наш новый образ икону Архангела Михаила который пришла в наш храм в память о рабе Божии Михаиле который чуть больше года тому назад в нашем храме провожался в последний и дорогие как то есть самих я самих прошу что когда эта икона будет у нас если здесь висеть в храме сейчас первое время она у нас будет в тройском пределе для ней и еще идиот нужно изготовить будет изготовлен вот когда кончится ремонт то эта икона будет доступна для всех мне просьба когда мы будем подходить ловозать эту икону и вспоминать своих молитв о покоении раба Божия Михаила Господом помолимся Господи помилуй Господи Божий Вседержителю Божий Отец Наш иже древненно лет всем завете подобию херувимых отрева и златы и швейна и делов в спине и сведении сковорить и повелел из них и ныне образы и подобия святых угодников Твих не отметай но приемли воеже верным рабом Твоим на невзирающим прославите Тебе их прославшего и подчищайтесь житию и делом имя же Твое благодати и царские восприятия сподобившиеся подражательным бытием Тебе молимся призренными на икону сию в честь и память святого архистратига Божия Михаила изображенную и написанную и небесным и небесным благословением благослови и освети юг и всем ждущим юг и притой у Тебе клавящихся и молящихся и святого архистратига Михаила в борьбу к Тебе призывающим я короба и друга Твоего милостивы послушатели и благие богатые даты люди избавляй их от всякие скорби и нужды и от всякие болезни душевные и телесные сподобляй их желаем Твои благодати и милосердия молитвами архистратига Божия Михаила ты преси источник освящения и благих подател Тебе слава слава с Твоим родным сыном и с Пресвятым Владимир и Святым Духом в небесной вовеке Бог Аминь мир всем и добрый Твой Бог Глава Ваша Господи преклоните себе Господи Господи Божий наш Человека по обзу и по подобию Своему создавая Пресвучание уже первозданных горостенов бывших Во Человечем Христа Твоего Ижезрак Абатрии Образом обретись Ях человек Себ на В первое достояние во святых Твоих привел и сих их же мы изображение благочестно чтущих святых и же твой образ и подобие сучтем он и же чтущий тебе якобы первообразных очтим и славим тем же тебя молим после благодать твоей окропления воды всей священной благослови и освети образ сей славу твою в честь и память святого архистратига твоего Михаила и все все образ чтущих и перед ним мольбы свои тебе отдающих благослови и благодать пред тобой приобрести милость и восподобие благодатью и чатан и кольюбинения и чатан и чатан и чатан и кольюбиней народного Сына Твоего с ним же благослови души собра святых плодин муж зряющих твоим духом на ней пресня во веки веков амин Благословляется и освящается иконы Сея благодатью Пресвятаго Духа Харпы и Сына Святаго Духа Харпы. Благословляется иконы Сея благодатью Пресвятаго Духа Харпы и Сына Святаго Духа Харпы.